Всем привет, друзья, на связи канал, за нами же выехали. Максимально неоперативный выпуск у нас, продолжая большую часть времени находиться в дороге, поэтому нагонять все будем после 29 августа. Но эту тему даже спустя неделю мы не прокомментировать не можем. Да-да, речь пойдет про заседание полицовета партии Нур-Атан, где первый президент Казахстана Устан Азарбаев обозначил перезагрузку в кавычках партии, а также большой акцент сделан на блогерах, которые, цитата, «Когда выступает с какой-то критикой власти, гулые слова. Хоть кто-нибудь что-нибудь предложил бы и показал, как делать». Поэтому в ближайшие несколько минут вашему вниманию субъективный тезисный обзор полицовета тех самых блогеров-балаболов. Поехали. Разбор полицовета начнем не сначала, а с тех моментов, которые касаются нас напрямую, прям в лоб. На самом деле о блогерах Назарбаев сказал еще раньше, за несколько дней до полицовета. Процитируем его. «Мы видим и слышим наших активных граждан-блогеров, которые начали выступать со своими предложениями. Если они действительно болеют душой за нашу струну, мы приглашаем их всех работать совместно, чтобы осуществить их идеи с партией Нур-Отан». Конец цитаты. Пока оставим это без комментариев, отметим лишь, что на самом полицовете тональность обращения к блогерам серьезно изменилась. В первом случае он призывал работать вместе, а в втором случае, по сути, наехал на тех, кто предлагает вернуться к мажоритарной избирательной системе. Это когда в Маслихат, например, могут избираться самовыдвиженцы от округов, набравших большинство голосов. Сейчас напомним, у нас в Маслихат избираются по партийным спискам. Собственно, и мы недавно делали выпуск, где этой темы касались, и да, мы также за мажоритарную систему, но сначала все же процитируем Назарбаева, очень длинная, но важная цитата. Следующие выборы в Маслихаты пройдут так же, как в Мажорист по партийным спискам. Мы слышим отдельных оппонентов, блогеров, которые предлагают вернуться к мажоритарной системе проведения досрочных парламентских выборов и так далее. Надо этим выступлением дать ответ. Обоснованных аргументов тут нет, только рассуждения, как всегда. Когда выступает какой-то критика власти, голые слова, хоть кто-нибудь, что-нибудь предложил бы и показал, как делать. Надо знать, что в Европе, которую мы считаем светочем демократии, большая часть тридцатки, кто в тридцатке уже находится, 63% государств проводят выборы пропорционально системе. Кстати, выборы по мажоритарной системе характерны во многом для азиатских стран, где партийная система сама по себе не развита, а любая партия ориентирована на какую-то личность. То есть пропорциональная модель полностью соответствует мировой демократической практике, способствует укреплению политической системы, развитию демократии, активизирует деятельность поддержки партий в целом. Партия должна работать и предлагать конкретные решения проблем, тогда будет и авторитет, и поддержка со стороны населения. Конец цитаты, а теперь давайте наши любимые ремарочки. Вряд ли мы откроем тут какую-то тайну, но ряд блогеров, очень большая их часть, и так работают совместно с Нуротан, пусть и не носят значки, зато неплохо отрабатывают государственные заказы. А вот другой альтернативы по совместной работе, М.Сан Абишевич, для тех, кто деньги не берет, к сожалению, не предложил, параллельно назвав критику власти от них, как всегда, пустыми словами. Аааа, ладно, кто мы такие, чтобы считать свои, например, выпуски конструктивными и аргументированными, но зато у нас есть предложение по совместной работе. Предложение, которое как раз полностью вписывается в возначенную Назарбаевым линию работы с общественным мнением. Надо отвечать блогерам. Если их слова и вопросы оказываются пустыми, но при этом по какой-то неведомой причине и вызывают живую отклик у огромной аудитории, то в чем проблема аргументированной эти вопросы парировать? Рассказали мы, например, недавно про одну удивительную схему по бесплатному выкупу некоторыми людьми государственной земли. Если тут мы бездари безграмотные, которые все напутали, то об этом можно аргументированно с публикацией документов рассказать и указать нам на наши ошибки. Рассказывали мы также не так давно про проблемы ряда предпринимателей в Талтургане и даже до публикации видео отправляли запрос в Акимат города. Как вы думаете, Нусан Абишевич, ответили ли нам в Акимате? Нет, конечно, не ответили. И таких примеров очень много. Но вместо этого пожизненный глава Совета Безопасности Казахстана поручает одному из наших любимых министров информации общественного развития Дорину Абаеву и инициировать принятие закона по ужесточению наказания за клевету. И вот еще интересный момент, это в принципе взгляд Назарбаева на Казахстанский медиарынок. Очевидно, что власти видят в тех самых новых медиа, то есть в тех же блогерах, серьезную угрозу. Стата. Партия должна проводить наступательную информационно-идеологическую политику. Сегодня в медиа растет количество новых каналов, искажающих реальность. Просто так кидают вопросы какие-то. Правда, неправда, а вы разбирайтесь. Целая медиагруппа у партии, телевизионные каналы, газеты есть. Сидят и молчат. Центральные информационные наши каналы сидят и молчат. При этом, что касается причин роста популярности альтернативных средств массовой информации, то тут Назарбаев сказал абсолютно правильные, на наш взгляд, слова. Стата. Телефонное право не должно работать. Чиновники оказывают давление на редакторов, блокируют критику разными путями. И в общественном сознании по этому формируется альтернативная реальность. Так мы всегда об этом и говорили. Дали бы профессионалам журналистики возможность работать, то может быть и наш ютубчик не был бы смотрибельным. А так сами виноваты. Что касается альтернативной реальности, тут хочется пошутить о том, что еще большой вопрос. Кто на самом деле живет в альтернативной реальности? Блогеры или партия? А если без шуток, то сейчас важный вопрос на самом деле, как будут трактовать в итоге слова Назарбаева остальные властьимущие? В идеале для того, чтобы не было той самой альтернативной реальности, в кавычках. Действительно нужно прекратить оказывать давление на СМИ, а критику парировать аргументами, доступными и железобетонными аргументами. По сути, Назарбаев и призвал это делать. Однако здесь выскажем только опасения. Призывать не значит исполнить точности. Наказание за клевету наверняка действительно усилят. Возможно, под эту клевету будут подводить все, что им не понравится. А к классическим СМИ, если и сделают поблажки, то лишь временные и декоративные. Так сказать, для галочки. Ну, собственно, Абаев уже начал исполнять указания Назарбаева от стата с портала спутникньюз.кз. По словам министра, внесение поправок в законодательство в части ужесточения наказания за клевету – это вообще мировая практика. В качестве примера он привел к Германию, где не так давно были приняты поправки, по которым за распространение ложной информации издания могут наказать на 50 миллионов евро. За клевету с использованием СМИ грозит лишение свободы до 5 лет. Конец цитаты. Правда, тут Абаев немного все перепутал. Как сообщает портал Фактчек, премьер Абаева из Германии вообще не имеет никакого отношения к СМИ, а касается только публикации в социальных сетях. Там Фейсбук, чтобы не огрести тот самый штраф в 50 миллионов евро, обязан в течение 24 часов удалять контент, который является по законам Германии незаконным, разжигает ненависть, оскорбляет частных лиц и так далее. Но какая разница для министра информации общественного развития, правда? Главная и любимая нашими чиновниками фраза «эта общемировая практика произнесена, а значит поправки в закон уже не остановить». Жаль только, что заклинание «общемировая практика» в кавычках у нас чиновникам применяется тогда, когда им это нужно, а не касается остальных аспектов жизни. Справедливых судов, нетерпимости к коррупции, хорошим дорогам, нормальному соцобеспечению и так далее, и так далее. Ну да ладно. Теперь возвращаясь к принципам проведения выборов в Казахстане. Тут глава государства, извините-ка, Санжимар Кемельевич, но, похоже, пока придется именно Назарбаева полноценно считать обладателем этого статуса. Так вот, тут первый президент указывает на опыт ведущих мировых держав, мол, выборы по партийным спискам – это вершина демократических принципов. И здесь без ремарки мы обойтись не можем. На самом деле, какая система эффективнее, мажоритарная или по партийным спискам – это такая дискуссионная штука, и каждая страна выбирает тот вариант, который выглядит наиболее эффективным. Кстати, в развитых демократических странах выбирают и так, и так, а иногда по смешанному принципу. Но вот еще раз на фрагмент стат Назарбаева хочется обратить внимание. Где партийная система сама по себе не развита, а любая партия ориентирована на какую-то личность. То есть пропорциональная модель полностью соответствует мировой демократической практике, способствует укреплению политической системы, развитию демократии, активизирует деятельность партийских партий в целом. Извиняемся за повтор, это было важно. И тут у нас вопрос, а разве Казахстан не является страной, где партийная система сама по себе не развита, а любая партия ориентирована на какую-то личность? У нас складывается ощущение слов главы Нуратана, что у нас как раз все нормально с партийной системой. Высокая конкуренция, реально действующие партии, которые действительно представляют интересы разных людей, как в Маслихатах, так в Мажелесе. И мол да, когда есть такая реально развитая партийная система, то мол и пусть будут выборы по партийным спискам, это эффективно. Но ведь нет же, у нас по сути одна партия, в которой негласно обязан состоять весь государственный аппарат. И да, эта партия зациклена на настроении одной личности Устана Бишевич. Очевидно ведь, что именно поэтому Мажелес никогда не отклоняет предложенные конъюнктуры министров и никого не критикует за плохую работу. Ибо назначать и критиковать в нашей стране пока может только один человек. О какой развитой партийной конкурентной системе в этом случае может идти речь? Представители остальных партий, если присутствуют в Маслихатах Мажелесе, то так же ведь в основном для галочки. Когда депутаты Ахжола, например, реально добивались каких-то изменений, какие их инициативы были приняты? Кто-нибудь может назвать хотя бы с десяток депутатов Мажелеса? Что они вообще там делают, хрен пойми. Вообще из всего этого выступления у нас сложился один вывод. На самом верху же прекрасно понимают, что все это шапито под названием Кастанская партийная система давно возведено в абсурд. Сейчас же поставлена задача реанимировать пациента из комы, причем сделать это должен сам пациент. А раз так бывает? Все у нас на сегодня. Подписывайтесь на канал «За нами живых». У нас постоянно купится очень много мыслей и материала. Когда-нибудь мы будем выдавать все в эфир оперативно. А пока всем спасибо. Всем пока. Ну и в конце просто слямзили в сети интересную иллюстрацию всего этого полицовета. Необходимо извлечь руки из опыта стран, являющихся лидерами как в экономике, так и в области политического развития. Если глубоко парадонизировать, то можно выделить три главных рецепта успеха этих стран, которые вошли в сети. Малые игрушки, книжки спят, одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам присниться, Ты ей пожелай мою пасть.